Кисломолочные продукты. Немножко мы расскажем об их истории, дадим определение, особенностях производства, особенностях состава и характеристику детских продуктов. Но надо сказать, что история кисломолочных продуктов и их создания уходит далеко в древности. Мы видим, что первые упоминания о потреблении сквашенного молока в питании человека относятся к V-VI веку до н.э. И кисломолочные продукты могут готовить из коровьего, козьего, кобылевого, верблюжьего молока и молока других животных. Это всем нам известны и кефиры, и йогурты, и простокваша, кумыс, мацони и многие продукты, которые используются в странах Средней Азии. Но издавна было отмечено людьми, что кисломолочные продукты легче усваиваются, повышают аппетит у больных людей, оказывают благоприятное влияние на пищеварение, ускоряют их выздоровление. И вот действительно два корифея в нашей стране, которые активно занимались разработкой и внедрением кисломолочных продуктов, это Академик Мечников и Калер Сергеевна Лададо. Я думаю, равных им в нашей стране и в мире, я думаю, людей нет. Но, продолжая говорить о истории кисломолочных продуктов, то мы привыкли где-то 20-30 лет назад, и мы знали и понимали, что у нас только один продукт кисломолочный – это кефир. Но, опять-таки, если мы уйдем в далекую древность, оказывается, что первоначальный секрет закваски кефирной был известен на Северном Кавказе. И только в начале 20-го века она была привезена в европейскую часть России, и кефир впервые стали производить как лекарство, сейчас он у нас продукт повседневного питания, и по просьбе Всероссийского общества врачей. И вот та больница, которая находилась на месте Боткинской больницы, впервые получила первую партию такого замечательного продукта, как кефир, в 1908 году. А вот если мы будем говорить о йогуртах, то йогурты, да, казалось бы, это иностранный продукт, для нас далекий. Но нет, вот Илья Ильич Мечников, мы знаем, я читала отрывки из его произведения «Этюды» о кисломолочных продуктах, и там, в общем-то, он отметил и сказал о том, что люди, которые живут в балканских странах, они обладают долголетием, долгожительством, и это происходит за счет того, что они потребляют сквашенное молоко. У этих людей лучшая микрофлора, эта микрофлора вытесняет гнилостную флору, вместо нее растет нормальная флора, и как раз оптимизация микрофлоры кишечника, а мы знаем, что 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, как раз и приводит к улучшению иммунитета, тем самым и к улучшению здоровья и долголетию. И им была написана тоже очень интересная работа, его исследование закончилось работой, которая называлась «Йогурт как полезный продукт, фактор здоровья и долголетия». И исследования Мечникова как раз и дали такой большой импульс для производства йогуртов. И с 20-х годов прошлого века в Испании началось их производство, и сначала йогурты тоже имели такую лечебную направленность, продавались в аптеках как лекарства от кишечных инфекций. Но вот во второй половине прошлого века йогурты стали появляться в России, кефир стал известен в Европе. И вот Калевия Сергеевна, когда лет 30 назад была в Швеции, приехала из Швеции и привезла коробку, на которой латинскими буквами было написано «Кефир». А йогурты первые мы тоже прекрасно помним, когда они появились в продаже в магазинах России, в Москве. Это действительно были необыкновенно вкусные продукты, для нас доселе неизвестные. И с тех пор как раз мы уже к йогуртам привыкли и не представляем свою жизнь без этих вкусных, полезных продуктов. И сегодня и кефир, и йогурты наравне используются в питании людей. Если мы вернемся к истории, то да, был разработан ряд продуктов, которые использовались как в Москве, так и в регионах Советского Союза. Это и бифилин, это и ацедолак, это нарине, и тонус, и лактобактерин. То есть было много уже таких кисломолочных продуктов, которые получали путем использования различных заквасок, которые, в общем-то, сквашивали молоко и приводили его уже в состояние кисломолочного продукта. И вот самый последний регламент, технический регламент на молоко и молочную продукцию, он был издан в 2008 году. Он определяет, что же такое кисломолочные продукты, что можно относить к этой категории молочных продуктов. И вот мы видим, что это действительно молочные продукты, которые изготавливают путем сквашивания молока и молочных смесей специальными заквасочными микроорганизмами. При этом происходит снижение pH продукта, коагуляция белка, формирование соответствующего вкуса продукта. И эти продукты содержат живые заквасочные микроорганизмы. И вот заквасочных микроорганизмов их достаточно много. Это и лактобацилы, это и стрептококки, это и симбиотическая кефирная закваска, творожная закваска. То есть при помощи этих микроорганизмов мы можем получать кисломолочные продукты. Какие же требования к технологическим процессам при производстве кисломолочных продуктов? Ну это должно быть быстрое сквашивание, регулируемое кислотообразование обязательно, образование гомогенного сгустка, высокие вкусовые качества, органолептические свойства и сохранность живых полезных микроорганизмов. И вот есть специальные нормативы для заквасочных микроорганизмов. Это 1 на 10 седьмой колонии, образующих единиц на грамм. Для пробиотических продуктов мы видим для лактобацилы такое же количество, для бифидобактерий вот 10 в шестой. Конечно, высокие требования предъявляются и к биологическим свойствам заквасочных микроорганизмов. Конечно, они должны жить в условиях, существовать в условиях живого организма, поэтому они должны быть устойчивыми к низким значениям ПАЖ, желчным кислотам, антимикробным суставам. Конечно, они должны иметь высокие адгезивные свойства к эпителию кишечника, то есть хорошо прилипать, способны, они должны образовывать активные метаболиты в процессе молочнокислооброжения, и, конечно, стабильность генетического кода. Это обязательно, это безопасность. И поэтому перед тем, как будет использоваться в питании продукт или будет использоваться препарат, содержащий эти, как говорится, микроорганизмы, тут, в общем-то, проводятся очень длительные многолетние исследования, которые прежде всего определяют безопасность продукта, потому что в живой организм добавляются микробы определенные, несвойственные организму, и они должны, в общем-то, оказывать положительный эффект и не приносить вреда. Но говоря о сквашивании, это процесс достаточно интересный. Сквашивание происходит за счет ферментов, которые содержатся в микроорганизмах. Это в микроорганизмах, это бета-галактозидаза, это лактат-дегидрогеназа. При этом происходит частичный гидролиз лактозы, с одной стороны, с другой стороны накапливается такой очень важный метаболит, это молочная кислота, и все это приводит как раз и к снижению ПАЖ. Продукты снижения ПАЖ – это повышение кислотности. Происходит коагуляция частичного расщепления белка, действительно образуется сгусток, частичный протеолиз молочных белков происходит. То есть эти продукты, благодаря сквашиванию, становятся наиболее легко усвояемыми организмами. Если сравнить с коровьим молоком, то, конечно, кислые молочные продукты не требуют такого большого напряжения со стороны ферментативной системы. Заквасочные культуры могут, в зависимости от их вида, приводить к образованию, к появлению продуктов молочнокислового брожения. Это простокваша, ряженка, ацидофилин, йогурт. И вот те детские йогурты, они как раз получаются путем молочнокислового брожения. Есть у нас и продукты, которые получаются с помощью заквасок, которые приводят к смешанному молочнокислому спиртовому брожению. Это кефир, это кумыс, айран и так далее. То есть это вот два вида продуктов. Но повторяю, что в детском питании, вот сейчас в последнее время, преимущество имеет йогурт. И, конечно, процесс ферментации может происходить достаточно долго. И вот технологическая обработка кисломолочных продуктов, как раз она приводит к тому, что процессы ферментации останавливаются, то есть частично нейтрализуются жизнеспособные бактерии. И перестает нарастать кислотность. Методов много разных. Это охлаждение, это гомогенизация. Вот как раз это характерно для йогуртов, кефира, биолакта. Это термизация, что характерно для творога. Пастеризация, стеризация, распылительная сушка. Это жидкие и сухие смеси. И отдельные кисломолочные продукты после того, как ферментация закончилась и произошло охлаждение этих продуктов, могут уже быть готовыми к употреблению. Другие продукты еще дополнительно обогащают пробиотическими бактериями. Но это, в общем-то, детские продукты, которые предназначены для детей первого года жизни. Но, конечно, основа кисломолочных продуктов – это молоко. Это действительно уникальный продукт природы и содержит все жизненно важные компоненты для роста и развития человека, и в частности ребенка. Это источник и важных, и легкоусвояемого белка, и содержит полный набор аминокислот, содержит и кальций, и витамины группы В, и в первую очередь витамины В2. И очень интересный слайд, на котором приведена доля молочных продуктов в обеспечении детей различного возраста белком, кальцием и витамином В2, то есть теми компонентами, которыми богаты кисломолочные продукты. Мы видим, что у детей первого года жизни за счет молочных продуктов обеспечивается 30% в белке, 90% в кальции и 90% в витамине В2. То есть практически единственные источники кальция и витамина группы В2. Но если мы возьмем детей 12-17 лет, мы видим, что доля белка тоже достаточно высокая, молочная в обеспечении общей потребности в белке, и за счет молочных продуктов на 50%, это у подростков, обеспечивается потребность в кальции и витамине группы В2. То есть надо сказать о том, что действительно в питании наших подростков должны использоваться не газированные сладкие напитки, а кисломолочные продукты для того, чтобы они обеспечивались свои потребности. Но говоря коротко о функциональных свойствах кисломолочных продуктов, надо сказать, что они многогранное воздействие оказывают на организм человека, и в частности ребенка, и общее биологическое действие, и воздействует на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, влияет на микробиоциноз кишечника, обладает определенным иммуномодулирующим действием. И вот мы здесь представили, слайд достаточно загружен, но тем не менее мы видим, что в процессе молочнокислого брожения молочные бактерии, метаболиты придают определенную протеолитическую активность, которые кисломолочным продуктам, которые участвуют в расщеплении белка, снижают аллергенность, поэтому белок лучше усваивается кисломолочных продуктов по сравнению с цельным молоком, и, в общем-то, снижается риск развития аллергии. Накапливается и появляется липолитическая активность, происходит гидролит жира и образование свободных жирных кислот, улучшается переваривание и всасывание жиров, лактазная активность достаточно высокая кисломолочных продуктов, снижается уровень лактозы, уменьшается процесс брожения в кишечнике при использовании кисломолочных продуктов. И, конечно, активная продукция биологически активных веществ, это бактерицидные вещества, это ферменты, это бета-галактазидазы, о чем мы говорили, это витамины, и как раз эти компоненты повышают сопротивляемость к вредным воздействиям окружающей среды, то есть, в общем-то, действительно потрясающие свойства кисломолочных продуктов. Но, говоря на влияние на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, мы видим, что за счет повышенной кислотности, то есть низкого значения ПАЖ и накопления органических кислот при использовании кисломолочных продуктов улучшается секреция пищеварительных соков и ферментов, улучшаются процессы пищеварения, улучшается аппетит, регулируется моторная деятельность кишечника, уменьшается метеоризм, улучшается состав кишечной микрофлоры, то есть, в общем-то, очень много плюсов, и улучшается всасывание кальция. Но влияние на условно-патогенную флору тут прежде всего за счет снижения ПАЖ, за счет кислой среды, за счет конкуренции за пищевые вещества и препятствия адгезии к рецепторам слизистой кишечника, вот слизистой энтероцитов происходит конкуренция условно-патогенной флоры с нормальной флорой, с активной флорой, и поэтому, в общем-то, мы видим, что условно-патогенная флора вытесняется и дает возможность для роста той флоры, которая, в общем-то, будет полезно воздействовать на микробиоциноз кишечника и которая будет обладать иммуномодулирующим действием. Ну, заканчивая свое выступление, конечно, 15 минут – это мало для того, чтобы кисломолочные продукты охарактеризовать, но, тем не менее, хочу вам представить те основные виды современных детских молочных продуктов, которые имеются на нашем потребительском рынке. Их достаточно много. Это и жидкие формы напитки, адаптированные, неадаптированные, это и детский творог, и биотворог, это сухие адаптированные кисломолочные продукты. Вот, так что, действительно, только нам надо с вами знать, как сказала Ольга, когда и в каком возрасте какой продукт назначить, какой лучше выбрать. И вот на том заводе, который показывали на этом ролике, мы были, действительно, все соответствует действительности, потрясающая частота, потрясающие технологии самые современные, пробовали эти продукты сразу, очень приятные. Только жалко, что завод находится далековато от Москвы, в Санкт-Петербурге, и вот наш научный центр не может получать отдельные продукты питания, потому что достаточно долго, в общем-то, они там и контроль, я знаю, строгие, там они отстаиваются определенное время, потом в Москву идут, и все. Так что целесообразно, я считаю, в городе Чехов, где мы были с Калерью Сергеевной, на заводе Данона, и потрясающее предприятие тоже, но там нет отдельного цеха для производства продуктов детского питания, построить такой же цех, какой мы видели на экране, для того, чтобы и дети Москвы, и Подмосковья, в общем-то, могли достаточно быстро получать такие продукты. Спасибо большое за внимание.